Итак, всем добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем смотреть очередной день китайской лиги Dota Pit. Сегодня у нас два матча в верхней сетке. Первая встреча это E-Home против Vichy Gaming. В формате, конечно, Best of 3. Команда, которая проиграет, отправится в сетку нижнюю. Ну а команда-победитель пройдет финал Винеров. Все-таки стадия-то уже достаточно серьезная. Комментирую для вас Lost Immortalis и посмотрим, что команда нам надрафтит. День привет. Как тебе начало распика? Как тебе вообще групповой этап? Удивлен, что команда E-Home, которая китайский дивизион Beyond Epic вообще пропустила основной состав, тут выходит и разваливает группу с LGD, Vichy и SEDEC, проиграв одну карту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну те же SAC, да, например, которые просто вылетели с турнира, заняли последнее место. Все три серии проиграли. Такое впечатление оставили хорошее на прошлом турнире, а тут вдруг залили его с самого начала, к сожалению. Ну и LGD тоже последнее место в группе. Довольно удивительно. Хотя было видно, что еще на том турнире у LGD явно не все в порядке. Может быть новый патч как-то все изменит. Но вот патч вышел, первая его часть, и пока LGD выводы какие-то не сделали. Может быть не адаптировались. Может быть просто устали играть так много лик подряд. Не знаю, с чем это связано. Угу. Субтитры делал DimaTorzok Так, ну и пока драфты у нас идут, сразу давайте посмотрим, кто у нас будет фаворитом вообще на этот матч. Потому что, учитывая предыдущую встречу между этими командами, где Яхоум победили, было бы логично, чтобы они не сильно уступали по коэффициентам. И они действительно уступают, действительно не сильно. Два от паримач коэффициент на них и 1.76 на команду Вич Гейминг. Все равно верят Вичи, все равно верят в это имя. Верят, что плей-офф стадия покажет совсем другой результат. Продолжение следует... Так, ну Террор Блэйд. Террор Блэйд, который очень часто в Китае появляется. Ну, любят этого героя. Саги показали, как на нем можно было играть еще в конце прошлого патча. Как на нем можно играть в этом патче. Ну и Пангалер в ответ. Дизейблеры. В общем, пора бы убирать мужиков. Мужики, 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 мужики в бане. В бане Марс. В бане Драгон Найт. Бестмастер не в бане, вот что удивительно. Я б бестмастер в этом случае брал для Вичи Гейминг. Очень сильный, очень хороший, очень умеет в игре. Вот, знаешь, насчет бестмастера. Мне кажется, от него стали потихонечку отказываться. Я пару буквально игр комментировал в Азии. Уже на новом патче. И там бестмастера тоже не котировали. Его не банили. Его брали достаточно редко. Одна команда с ним сыграть попробовала. Да, победила. Но с тех пор все равно его перестали банить. И та же команда его, например, в следующей игре не взяла. Нет ли ощущения, что он потеряется немного после нерфа Некров? Понимаю, что на бестмастере они, наверное, не так сильно занерфлены. Это просто оффлейнеры перестанут их брать там каждую игру. Но почему-то его все меньше и меньше. Ну, я согласен, да. У нас, допустим, вот недавно на паре матч-лиге были забавленные моменты, что некоторые герои вообще не котировались от слова совсем. Некоторые герои постоянно забирались на ласт пик. А потом, когда ребятки взлетают в гранд-финал, где, допустим, играют Ликвиды против Сикрет, там все эти герои уходили в первый бан вообще моментально. И, соответственно, многие ребятки, может быть, просто не играют на этих героях, я не знаю. Вот у нас было вчера на паре матч-лиге забавленные ситуации, где были Виртуза. У них был АЛТВ, который божественно играет на Эмбере. Почему-то первые две игры они ему Эмбера не брали. Потом они все-таки разок его урвали. Начали отдавать АЛТВ Эмбера и забирали в учет ленинг ФМП. И две игры АЛТВ просто бегал и лил соляру. Причем такую, что там было видно, ну, просто без шансов. В итоге, в пятой игре, конечно же, Флайдуму сообразили, что все-таки, может быть, стоит Эмбера забанить. Но, в общем, две игры они отдали. А им холл с таким преимуществом, где они вели в серии... В B105 серии 2-0. Они могли спокойно это дожать. Просто забанить пару раз Эмбера. Ну да, так бывает, когда команда верит, что переиграет. Герои вроде и запас есть, а по итогу героя оставляют. Но уже после того, как две карты проиграли, видно было, да, что у Флайдуму он... Не знаю, запас, что ли, сил кончился. Может быть, где-то расстроились от двух поражений подряд. Там на плюс морали уже вертаспрод дожали. Но у нас Grimstroke для Radiant. Grimstroke — очередной саппорт. Делаем вывод, что Пангольер пойдет в оффлейн, Queen of Pain пойдет в центр. Как-то у команды все резко закрылось. Осталось просто добрать сильного карри. Да, снизу стало все еще симпатичнее. Пак решает еще одну проблему. Он добирается до бабули. Он может остановить Пангольера Дэмкойлом. Вот очень круто, когда у Пака появляется Аганим. Он и Queen of Pain напрягает на протяжении всей игры, при этом, если он собирает Аганим, опять же, там очень легко без Grimstroke, но при этом потенциально в будущем есть крутая комбинация в виде Dreamcoil'а и Swap of Engeil. Аганим на паке в этой игре просто шикарен. Если он собирает его по-быстрому, то здесь будут смертельные комбинации. Оу, Tempitch. Tempitch от Yehome. Не сказать, что он убивает ТБ в лейте. Да, потому что ТБ обычно любого физера разваливает. Но, с другой стороны, на Икс может хорошенечко одеться. По-быстрому. Купить там себе какой-нибудь Армлет-Дезолятор и пить ТВ. Естественно, это очень похоже на Билет в один конец. Потому что, если игра затягивается, там все эти герои снизу одеваются, они супер-супер-супер-супер-супер сильные. Но, может быть, у Yehome получится продавить в первые 30 минут игры. Хотя мне Ампик снизу все равно больше нравится. Вот вроде да, лайфстилер кажется и неплох в какой-то ситуации. И религейм вроде как за ним. И убивать его толком нечем. А потом смотришь, ТБ его разваливает. Пак с Dreamcoil'ом хорошо работает. Венгата может позволить кайтить его. Очень здорово. Феникс супер-нову здесь вполне может ставить хорошо. И тут надо просто обеспечить то, чтобы эта супер-нова взорвалась. Соответственно, Вичи Гейминг нужен какой-то оффлейнер, скорее всего. Хотя тут тоже можно героев покрутить как угодно. Можно и пака в оффлейн отправить. И Вингуни, которые ставят в оффлейн. И даже Феникса в Китае, например. Вчера на другой лиге брали в оффлейн пару раз. И однажды он даже почти выиграл. Я думаю, если бы, допустим, это были Сикрет. Вот хороший пример. Я понимаю, что не очень круто сравнивать все Камары Сикрет. Но, допустим, Пупей бы, я уверен, с удовольствием сыграл бы паком пятерки. Учитывая, что его хорошенько ловит только Гримстрок. Под гольеру нужно купить хотя бы блик, чтобы он мог в него капитально ворваться. И здесь возможно даже пак пятерку, слушай. Хотя, по-моему, нет, да. Дива это спорт, насколько я помню. Да, походу не будет пятерки. Ну и ладно. Да, Янг в оффлейн. Да, здесь все по классике будет Вичи Гейминг. Вичи Гейминг это такая команда, которая достаточно редко отходит от каких-то классических решений. Им проще играть, как они умеют. Папарацци в легкую линию, Ори в центр. Они иногда меняются в зависимости от героев. Но, опять же, у них это не всегда хорошо работает. Особенно Ори на легкой линии. Да, ну, здесь все классически. Ну, Ори сильный пак. Ори сильный пак. В крайней мере, вот он на многих героях реально рунил, особенно в групповой стадии. Но вот, я не помню, чтобы он рунил за пака. За паку он почти всегда очень круто отыграл. Осталось 5 секунд. Так, ну давайте в таком случае посмотрим, что париматч предлагает уже на карту под номером 1 после этих драфтов. Я думаю, здесь цифры должны быть хотя бы немного, но другими. И мы увидим, что 1.92 на команду E-Home и 1.82 на команду Вичи. Чуть-чуть чаша весов у нас выровнялась. Но при этом Вичи Гейминг остаются, конечно, фаворитами. Драфт у них симпатичный. E-Home, как мы любим говорить, где-то на таймере, да, у них там есть определенное количество времени для того, чтобы игру закончить. Иначе в лейте будет крайне тяжело. Здесь как-то ТБ смотрится поинтереснее в очень поздней игре. Да и остальные герои тоже. В лейте он реально смотрится слишком интересно против всего того, что имеется у E-Home. Но E-Home реально могут хорошенько развалить в начале. Слардер, естественно, он, наверное, вообще поставил крест на лейте E-Home. Потому что под коррозию в Хейст вообще любой герой разваливается, когда там круглая часть слотов будет наваливать. Поэтому E-Home нужно давить. Учитывая, что селедочке нужно купить Блинк. А помимо Блинк Даггера хочется еще что-нибудь купить, чтобы она не лопалась за пару ударов. То вот конкретно продавить селедку, пока у нее нет Блинка и еще одного слота, вполне реально. О, как папа прыгает. Мы будем смотреть. Будем смотреть уже, что будет происходить в самой карте. Это первая встреча на сегодня. Я напомню, что два матча мы посмотрим. Второй матч это Сидек против Инвиктус Гейминг. Инвиктус Гейминг, конечно, после достаточно обидного вылета с Beyond Epic, где у них здорово начался групповой этап. Команда, конечно, хочет реабилитироваться и дойти как можно дальше. Потому что без IG видеть хоть какую-то плей-офф стадию очень непривычно. Но получилось так на прошлом турнире. Здесь IG начали тоже очень здорово. Две карты проиграли, но при этом все три серии выиграли. Тоже пока один из фаворитов турнира. Почему бы и нет. Ну и по линиям все по классике, как я вижу. Заявочка на ферзблад. Хорошие ребятки для ферзблада. Так, станчик улдаун 8 секунд. Magic Missile 12. То есть надо дать станчик сладера, потом Magic Missile, потом еще станчик сладера. Инакс, естественно, видимо, чувствует, что скорее всего лучше не уходить, поэтому он сразу находится в лесу, да. По-моему, по-моему, то есть он намечается в 2-2. Не получится сделать. Ну и других героев пока с лайфстилером нет. Никто не подставляется. Как думаешь, какую сборку увидим от ТБ? Все-таки God King, возможно, задал вот эту новую моду по сборкам на таких героях. Очень многие, я видел, стали практиковать вещи, которые он собирает на этих персонажей. То есть это Алибарды какие-то, это Сенжин Дьяша. Это игра без БКБ, например. Ну, если не знаешь, что собирать, то просто собирая статус, резистанс, процентики с Керетс и Лейт. Процентики всегда хорошие. Это конкретно я говорю о Сатанике и Саше Яше. То есть МХО вообще сейчас почти любой кор может собрать Сашу Яше и Сатаник, исключая там каких-нибудь антимагов. И все эти коры будут достойно смотреться Лейт. Вот вроде как исключая антимагов, а тот же God King продолжает собирать как раз Сию Сатаник. Потом он делает там Алибарды Си, да, или Монта Стайл, или и то, и другое. Как-то работает, у него играет без БКБ в большинстве случаев на своих иллюзионистах. К сожалению, God King'а больше на турнире не увидим. Но может быть кто-то его какие-то идеи почерпнет и будет их использовать. Должна быть шутка про то, что, ну вот именно, возможно, поэтому он и не прошел даже. Как-то его знает. Может быть. Но он с Лейбардами на Faceless Void выиграл Beyond Epic, поэтому... Да. В случае с ним это работает почти на всех героев, но там не только в нем дело. Там и команда у него забавная. Там всякие ВД на троечке, там Дума в центр ходит. Там вообще ребятки интересные. Да, Пико это интересно, но это не позволило на этом турнире себя проявить. Я надеюсь, что мы наконец-то увидим изменения героев какие-то. И тогда можно будет тоже какие-то выводы делать относительно будущей Меты, которая будет там наверняка не один месяц формироваться. Нормальная практика. Но уже хочется посмотреть, кого у нас IceFrog убьет. Ну, Доминатор он прям задушил. Прямо изо всех сил. Вышел первый патч, он думал, что он прям вот... Получилось, да, все. Доминатор будет собирать, возможно, там какие-то виды жонли. А его начали все собирать. Он такой, блин, что-то я не то сделал. И начал снова там делать все возможное, чтобы Доминатор собирали пореже. Да, первые дни после выхода патча смотрел Азию. Там буквально карт 7-8. В каждой было по два Доминатора минимум. То есть все поголовно собирают, все оффлейнеры собирают. Некоторые саппорты собирают, некоторые мидеры собирают, в зависимости от героя. Прям настолько там все загорелись сборкой этого Доминатора. Ну, ни кров не было. Нашли себе альтернативу, пользовались ей. А когда у тебя, ты собираешь Доминатор, супербыстро, там, допустим, на 7-8 минуте, приучаешь крипа, у крипа хп обычно больше, чем у тебя. У крипа урон больше, чем у тебя. И тут первые там 10 минут, как будто вот у тебя еще один герой под контролем, который помогает тебе и поармить, и защищаться, и... Если что, разведку проведет, в общем. Доминатор был хорош, да. Но его убили. Его уничтожили. А, если только сделать все возможное, чтобы его убирали максимально редко. Так, а тут все время, смотри. Прям такая душка идет плотная. О, сверху. Дим, говорят, тебя очень плохо слышно. Ты можешь себя погромче сделать? А, прошу прощения, прошу прощения. Я могу постараться максимально громко себя сделать? Не знаю насчет максимально, но я тебя точно на максимум выкрутил. Мне уже просто некуда дальше добавлять. Ладно, сейчас, ну сейчас. Да, у меня это точно на максимуме. И в Дискорде, и везде. И в ОБС. Я надеюсь, что... Сейчас мы это дело пофиксим, чтобы было всех хорошо слышно. Так, ну у нас пока ничего интересного, кроме того, что E-Home просто доминирует на всех линиях по крипстатам. Может быть не сильно, но абсолютно на всех лайнах у них кор-герои набрали больше, чем у команды ВИЧ. У нас пока убийств нигде нет. Я даже смотрю... Герои-то по ХП практически не проседают. Вот снизу немного просел Феникс, но он теперь сам пошел напрягать Снэпфайр. Снэпфайр, кстати, горит. Феникс много урона наносит. Снэпфайр выживет вообще? По идее, да, там все в КД, ОП, ВИД, поэтому фрага не будет. По-прежнему по нулям. В центре Квинфпэйн лучше, чем Пак пока стоит. Пак разве что Денаев больше забрал. Говорю, прям работает в этом отношении. Все нюки Квинфпэйн. Там будь то кортик, будь то от Квинфпэйн почти любого... Ну, в большинстве случаев Пори успевает задоджить нюк. И здесь видно, что Квинфпэйн частично работает на фласке. А пока он может пожадничать, он может вообще не наносит ласки, потому что большая часть уронов не заходит. И зачтую-то, например, затарить пару быстрых нуликов для успешного Квинфпстата. Так, ну Яна, ты погромче сделал, да, себя? Потому что народ прям бушует у нас. Я прям максимально себя громче сделал, даже не знаю, что еще можно сделать. У меня вроде как все слышали. Может быть там в Дискорде у тебя там, короче, есть. Ты знаешь, фикшер громкости, и ты можешь Дискорд на максимум выкрутить. Вот, ты у меня как раз на максимуме. Нет-нет-нет, смотри, ты можешь выкрутить на максимум Дискорд в правом нижнем углу, а еще можешь меня на максимум. Ну, сейчас попробуем еще добавить. Не знаю, ребят. Это ходовый, бля, потому что я у всех вроде как нормальный. У Даши у тебя, и Бовы там. Ладно, сейчас попробуем еще добавить. Ребят, не обижайтесь, не ругайтесь, все фиксим, если что. Венш Фолл Спирит тем временем погибла. И ФБ за командой Ехом. Неплохо Ехом начинают в очередной раз. Прям видно, что ребята молодцы, умеют играть в религейм. Причем команда это тоже такая, которая достаточно нестандартно любит играть. Снизу фраг сделали на Слардаре. Дальше и Феникса пытаются добить. Феникс уходит вроде как, но Ехом нижнюю линию начинают выигрывать. Что и нужно им было, да, чтобы Лайфстиллер разогнался. Чем сильнее будет он, тем больше шансов будет эту игру пораньше закончить. Порядок. Наикс прочный, Наикс очень трудно опустить. Как бы там ни старался Феникс кидать Спиритов, почти в любом случае Наикс нажимает рейдж и ниверирует дебаф. Конечно же, селедочка может поддушить, но если бабушка возвращается на легкую линию, то она, конечно же, напрягает селедку. Особенно вот под Лил Шреддером селедке очень трудно бить. Селедочка, конечно, радуется за счет хорошего атака спида, за счет быстрого Пауэртритса идти и регулярно отвешивать любому кору большое количество баши. Но если бабуля начинает закидывать Лил Шреддером, то замедление атаки играет свою роль в этом. Наикса хорошая пятерочка. Она защищает Наикса за пару до времени. Ну-ка, бабуль, давай. Давай, давай, давай. Ну и причем такая способность, которую, конечно, зачастую не максят ни в коем случае. Но здесь тебя вынуждают это делать. Просто наличие Феникса. Есть Феникс, приходится Шреддер качать. Ну и также на линии действительно помогает неплохо. Так, давайте посмотрим, что по Нетворсам. А там классическая ситуация, когда все шесть кор-героев идут примерно на одном уровне. Квин оф Пейн чуть повыше. Это Квин оф Пейн сейчас перетягивается на нижнюю линию, у которой есть ДД. У Янга шансов ноль. Ультимейт не самый лучший по Фениксу не попал. Но, видимо, Феникс здесь и не был целью. Здесь просто была необходима отличная атака на Слардара. Она заканчивается фрагом. Крепкоризация Квин оф Пейн прям моментально перетянулся. Прям сразу же разобрался. Мы прекрасно понимаем, что если Квин оф Пейн будет ставить миди, то там, конечно же, пак будет слегка переласхичивать за счет того, что у него... Ну, сложно его напрягать. А вот если сбегать вниз сделать фраг, может быть сбегать вверх под шестой левел план Гольера сделать фраг, то Квин оф Пейн довольно-таки круто себя реализует. Вот вопрос, будет ли он двигаться с центра? У него вроде как ситуация получше. Он стоит, у него фулл хп, у него имеется дрюм койл. Он тоже может прийти абсолютно на любую линию, но здесь... Здесь проблемка. ТБ в лесу. И чтобы сделать фраг, ТБ было бы здорово вернуться. Ага. То есть единственное, куда может выйти в теории, это низ. А снизу на x-рейжем. Ага. То есть получается, куда бы он не вышел... Жизнь не мила. Да, фраг будет просто сложно сделать и там, и там. А ТБ еще не стесняется, прожимает форму прямо в лесу, для того, чтобы побыстрее фармить. Да, да. Да, фармим, ну что, покупаем быстрый блинг и дальше бегаем. Быстрым левелом развлекаемся. ТБ, кстати. Ну вот опять, постоянно буду, наверное, эти параллели с Годкингом проводить, потому что очень много его было на Бьонт Эпике. И вот он, например, покупает очень часто на всяких ловкачах три рейсбенда и идет в лес. Здесь я вижу только два. И он чуть ли не единственный, кто покупает себе постоянно по три. Дальше от них избавляются. Но вот он считает, что фармежка с тремя побыстрее идет. Потом перчатка, естественно. Потом ПТ до конца. Ну а дальше что нужно. Слардар снова погибает. Вот несмотря на то, что и стоять он должен был линию неплохо, наверное, против Лайфстилера. Но сейчас у него худший фарм среди коргероев. Много смертей. Тоже левел недополучает. Шестого до сих пор нет. И к нему никто не ходит. Ему никто не помогает. Прямо страдает. Бедняга Янг. На произвол судьбы его бросили. Будет как еще одна четверка бегать. Да и Феникс спасти толком-то не может. Следующих убьют, его избивают. Он, конечно же, может попробовать кинуть какое-то замедление на атаку. Но, опять же, рейдж на айкса все это дело контестит. Поэтому здесь... Ну, остается только терпеть. То есть ничего не придумаешь. Можно максимум поставить какую-нибудь вард за вышечку. В этом случае он будет видеть, как телепортируется кинув пейн, как телепортируется геймстрок. Но они поставили вард вот сюда. И, честно говоря, это не самый удачный вард. Потому что он в итоге дважды... Слардур вообще еще не показал. Он просто стоит. Но... Нужно информации о том, как люди делают ТП и обходят. Вот здесь вот ее не было. На эту слабость, кстати, можно давить. Можно еще раз прийти вниз. Потому что Слардур уже боится. Он уже улетает, лол. А он уже улетел на легкой линии. Ну и получается, что Феникс стоит один в один против Найкса. И Найкса можно оставлять. Найкс в соло прекрасно постоит против Феникса. Какой же пассивный стиль игры выбирает себе Вичи Гейминг. Вот такими перемещениями. ТБ в лесу. Слардар считает, что ему будет попроще в легкой линии. То есть Вичи Гейминг вообще не планирует атаковать. И в таком случае полезность пака на ранней стадии. Но она просто пропадает. Непонятно, куда он должен выходить. На ком делать убийство. Никому не присоединишься. Слардар слабая. ТБ у вас пока в доту не играет. Ну вот она, первая перетяжка. ТБ вышел под формой. И фраг они таки сделали. Молодцы. И дальше можно попробовать забрать кого-то еще. Там параллельный Queen of Pain. Убивает Venture Spirit. Папарацци пытается уйти. Делает тэп-аут. Просто, чтобы не погибнуть. Ксин-Кью. Ксин-Кью, конечно, достаточно богатый. И его тоже получается забрать. Правда, в размен на Янга. И получается 3 в 2 в пользу Вичи Гейминг. Наконец-то первое перемещение. Результативное. Получилось. Да, пойдет, пойдет. Бабулька там чуть-чуть близко заняла позицию. Если бы он стоял чуть-чуть подальше, допустим, где-нибудь. Со вышечкой слева, то, естественно, был бы тиммейт посочнее. Он бы там вообще убил салт двоих. Но, в любом случае, молодцы Вичи. Они начали хоть что-то делать. И, наконец-то, первая реализация Dreamcoyla. И форма туда. Ну и сразу Папарацци пошел в центр отбивать линию. Потому что Катапульта рядом. Не хочется сейчас Т1 вышку терять. Чем дольше она будет стоять, вообще, чем дольше будет Т1 стоять, тем комфортнее будет фарм Папарацци. Ну и Янг тоже здесь помогает. Правда, втроем очень хотят продавить Ехоу. Может быть, еще кого-то перетянут. Хотя здесь Пак Свеншвелл Спирит готовы заходить в спину, готовы начать атаку. А, кстати, может получиться. Dreamcoyla снова есть. Да, там по троим можно ставить. Шикарно. И надо просто застанить Слордару кого-нибудь. Он пока не знает, кого станет. Вот выбирает целью Queen of Pain. Хорошая цель. Но она просто уйдет на блинке. И получается забрать двух героев без квапы. Получается так, что они правильно распределяли ресурсы. Знали, что стан Слордара нужен именно в квапу. А тут еще один герой может погибнуть. Минус три от Вичи второй раз подряд. Шикарно. Шикарно на паке почти все игры, когда он играл. Там, допустим, играя он против Брудера, МЗС, играя он вообще абсолютно любые матча. Он реально все игры очень хорошо перемещаются. У него стабильно вот есть этот алгоритм, что у него есть Dreamcoyl. Ему нужно кого-нибудь поставить. То есть по этому делу, что, ну, зачем ему много фармить, если там все может выформить ТБ. Поэтому ему нужно поспейсить. И пока он отрабатывает в спейсе, он просто бегает, развлекает, воюет. И здесь, конечно же, все кузыри на руках у Еруса. У которого сейчас весь лес свободен. Просто можно в соло его фармить. Треугольничек еще сверху. Которому Слордар Карл в хейс повесит. Он, естественно, будет убивать людей с руки. Если что, ведь Гай его еще и свапнет из любой неприятной ситуации. В общем, здесь ТБ будет сильным. Будет очень сильным. Ну и команда E-Home как-то не сориентировалась. Они не знали, где находится пак. Но при этом так неаккуратно стояли прям в одной точке, втроем. Там реально ставишь Dreamcoyl. Там Слордар легко подходит. Как-то прям совсем забыли про этого пака. Забыли, что КД на Dreamcoyl небольшой. Можно получить его снова. Ну, ждем. И он снова есть. Да-да-да. И ждем выход Лайфстилера, у которого есть уже Армлет. Ждем, когда он начнет в Доту играть. Пока он из-за того, что не делал фраги, не так быстро фармил лес. В принципе, в лес не ходил. Он сейчас очень сильно по фарму просел относительно ТБ. Его сейчас ловят. Попытка убить Снэмфайр. Ее быстро убивает. Дальше Лайфстилер. Ловит Стан. Рейдж остался. Он еще и по пути решил Дивая забрать. Кстати, получается неплохо. И один в один. Здесь, кстати, очень хорошо сориентировался. Он увидел изначально на Айксе. Видимо, понимал, что его убить не. Хорошо, да. У него там фэйзики, Армлет, довольно-таки плотненький персонаж. А увидел бабулю, моментально ворвался. Бабулю убил. В итоге разменялись один в один. Ну, могли получше. Могли получше, но немножко не хватило. Так, что мы видим? Мы видим, что... Феникс яйцо, кстати, есть. Вот, что-то яйца мы не видели. Пора бы яичко поставить. Под Дримкоил. Или под Врюс Лардера, например. И вот после этого размена Париматч предлагает 3.30 уже на команду E-Home и 1.30 на Вичи Гейминг. Уже какой-то неприличный разрыв, учитывая, что по экономике преимущество совсем смешное. По фрагам тоже равенство. По лвелам, если посмотрим, здесь, ну, не такое большое отставание. По экспе суммарно также в нулях график. А нет, стоп. 2,5 тысячи там ведут. Это по голде в нулях. Ну, в общем, не такое большое преимущество, чтобы чуть ли не в три раза коэффициент был выше на E-Home. И эти E-Home сейчас пошли в атаку. Здорово толкают Янга. Янг не уйдет. Отличный фраг. Можно забрать Т1 вышку на топе. Ну, вообще-то, я согласен. То есть, по сути, Вичи Гейминг сделали два таких выхода более-менее. Поэтому, ну, они, конечно, красавцы. Но E-Home пока все еще имеют шанс за сноубой, поэтому в их силах, допустим, сейчас забрать Т1 вышки и после этого постараться захватить вражеский лес. Вот. Надо, 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 надо сделать. Что? Собрать Queen of Pain. Быстрый Саленс, но, блин, пак успевает собрать его. Получается, что быстрый Саленс работает хорошо против ТБ. Это Свердманту. Саленс тоже не будет работать, блин. Саленс-то не работает, слушай. Только статтера, получается, будет напрягать. Да, не успевает Папа. Печалька. Папа не успевает. Вот круто, когда, допустим, Queen of Pain играет в темп. Она очень круто ставит линию, там потом еще бегает и разваливает другие линии и начинает дико сноуболить. Тогда она покупает быстрый Саленс. Допустим, пак не успевает купить одновременно и Блинк, и Ул. Ну, и в этом случае Саленс становится суперэффективным. Сейчас ситуация немножечко другая, да. Получится так, что он чуть ли не одного Феникса будет затыкать. Похоже на то, да. Остальные герои просто будут доджить этот Саленс. И то, и то Феникс тоже может купить Ул, так-то, поэтому... Кто его знает, может быть и Феникс успеет купить защиту против Саленса. В итоге и Хоум собираются чуть ли не вчетвером. Занимают одну точку. При этом не фармят, и герои Вичи Гейминг по всей карте практически. ТБ там в чужом лесу, Слардар где-то на топе, пак в своем лесу был. В общем, больше людей у Вичи Гейминг в последнюю минуту получало деньги. И Хоум просто бегают вместе, не знают, что им придумать. Надо что-то думать. Я, кстати, знаешь, кого еще в игре не видел? Пангольера. Его как-то очень странно, но мало. Согласен. И ультимейта не видел там, меняемого от него пока что. Я видел один, но его пак остановил. Ну вот. То есть ни одного хорошего, по сути, ультимейта за почти 20 минут. Пора бы включаться. Фарм у него получше был, чем у Слардара всю игру. При том, что Слардар погибал гораздо чаще. А сейчас фарм уже выровнялся. Чем сказать, что Панголь выигрывает игру. То есть он как бы даже если на фарме чистотов, я уверен, что ТБ ему объяснит на пару со Стардаром, что минус броня, она все еще работает. Даже в 2020-м. Поэтому Панголь бы вот куда-нибудь вверх переместиться к Найксу, который стоит по Т2 и хочет, чтобы хоть кто-то с ним играл. Никто с ними не играет. То есть ПАК, который играет, играется с Гримстроком. Они его просто забирают. И как-то странно, не знаю. То есть бегает Гримстрок один в этом лесу. Ладно, не один, там второй. Его колледж сразу кинул вообще моментально. Найкс бегает по Т2, но поддержки нет. И по итогу... Они и не додавливают, да, и при этом фидят. Такое. И очень нагло сейчас сыграли Вич и Гейминг. Они просто зашли в чужой лес, убили героя. И потеряли, правда, параллельно Слардара, который был бы нужен для того, чтобы под форму убить Рошана, например. Но Слардара нет. Соответственно, он появится позже, чем герои Ехоум. И прямо сейчас не получится у Вича забрать. А Егис, видимо, в следующий раз. Нормально, они могут пофармить. Они никуда не торопятся. Ну, по сути, да. Время на них работает, пожалуй. Да, если нетерсы будут равны, то ОТБ все устраивает. Главное, чтобы там Ехоумы, Аегиса случайно не забрали. Потом нетерсы случайно не подняли. В два раза выше, чем, допустим, нетерсы Вич и Гейминг. Поэтому им надо пофармить. Кстати, классный комбан. Дизарм от Пангольера и Кобра от Юмстрока. Нормально, слушай. И не убить. Убить нельзя, не получается. Как комбинация. Пангольер такой статовый очень получается. Здоровья много. Олимбарда плюс Вангвард. Что-то такое планируют делать. Философский камень для Радиант. Сетка для Дайр. Опять успокоилась игра. Был период, когда Вич и Гейминг много киллов подряд сделали. До этого много подряд отдали. Сейчас фрагов очень мало. Где-то одиночные убийства происходят. Файтов нет. Все фармят. Да, все фармят. Ну ладно, Ехоум пару раз попробовали зайти в лес. Зашли как-то так, как ожидалось. Культурненько в пятером. Или хотя бы в четвером. Компад смокал, он зашел, поставил Вардик и убил одного, второго, третьего. Они просто зашли там вдвоем и умерли от троих. И есть правило. Не заходишь ты, заходит к тебе. То самое правило в футболе, которое все мировит. Что, как мы видим, Вич и Гейминг заходят в лес Ехоум. Причем не сказать, что им это сильно нужно. Потому что тут еще по счастливой и случайности у Ехоумов стоит Вардик. На собственном лесу, на самом примитивном месте. И меня удивляет то, что они даже не пытаются драться с ними. Они просто говорят, ну окей, мы уйдем из своего леса фармить. И как-то прохладно. Видимо, очень хотят какие-то слоты свои дофармить. Вот Радианс, например, на Лайфстилере. Интересное, конечно, решение. Покупать Радианс уже после Армлета. Достаточно поздним он получается. Но учитывая, что затиши на карте, фрагов нет. Может быть, это и сработает. Не знаю. Против ТБ. Насколько это вообще актуальный предмет сейчас? В такой ситуации. Даже не знаю. Что-то смотрю на все эти айты. Что-то сейчас в мете, где половина коров собирает МКБ, что-то не вторым айтемом, не знаю. Мне не нравится. Именно здесь. Ну, может быть, зайдет. Вообще, вот, знаешь, нетерс, они не ридируют по нетерсам. Вот они просто играют и, как бы, просто все фармят. Ну, такое ощущение, что Вич и гейминг уже выиграли. Вот у меня такое ощущение, не знаю. Как будто я знаю конец сериала. Как будто я знаю, чем закончится данная карта. Потому что, реально, ну, что-то их просто, вот, они... Ну, и просто бегают, тоже фармят. И так и хочется, да, проспойлерить для зрителей? Сказать, чем все закончится. Не, я думал пошутить, да, чем закончится Игра Престолов. Для тех, кто не смотрел, там, сразу заспойлерить, там, допустим, 3-4 концовки. Ну, каждого сезона, я думал. Такую шуточку нужно засолить. Нужен момент для этого. Ты хороший. А тут Ехомам нужен момент. Ребята, ребята, Рейдинстон на Эксе. Все, поехали, давайте. Рейдинстон на Эксе. Мы же не будем играть с ТБ, фарм, правильно, на Экс? Мы же, конечно, можем попробовать, пофармить. Но, блин, будем честны, ТБ, который, там, всю карту фармит иллюзиями, он, естественно, больше нефармит. Поэтому давайте, ребятки, собираемся, собираемся. И у него уже Аевскади. И у него ДД в бутылке. Он сейчас готов развалить просто соперников драки. Главное, там, не получить какой-то весь прокаст, весь контроль, который есть у оппонента. Просто первым цепляют Пангольера. И Пангольера нужно добивать. Лайфстилер там грызет Венш Фулл Спирит. Хороший ультимейт от Квин оф Пейнт. Правда, там ставится Супернова, пока ее ломать некому. А вот сейчас Нэпфайр подходит, разрушает ее. Получилось, там Лайфстилер также добежал. ТБ. ТБ. И ТБ убьют. И 3 в 3 драка получается. Какая-то очень странная драка вышла. Знаешь, что было в этом замесе? Пак поставил Дрем Койл. И Венгар захватил его свап, ну, типа, чтобы застанил. Застанился Пангольера, ничего не смог сделать. В итоге она его не застанила. Пангольера умудрился прыгнуть во всю эту толпу. Прыгнув по всем, он получил резист на 72%. Это вот мы плюсуем эти 72% к тем 49, которые у него есть. И 25 магической защиты. Я там не знаю, как они стакаются. В общем, хорошая защита у парня. Они убили в пятером под дабл дэмэджем ТБ. А ему было вообще плевать. Он как бы умер уже в самом конце, когда, знаешь, закончился баф. Вот это замечательно. И это было эпично. Я просто думал, как у него хп не отнимается. Потому что 72% плюс физическая защита. Это жесть. Так, и... Вот он винкондишн для E-Home. Ошибки вич и гейминг? Не-не-не, винкондишн это то, что пангалер прыгает в пятерых, получает там 72%, а может быть и больше. А вообще больше можно получить? Вроде можно, да? Можно получить 90%. Он, короче, прыгает в пятерых, получает 90% защиты. И они в пятером пытаются его убить. Вот это винкондишн для E-Home. Я не говорю, что это ошибка, я это не заявляю. Но я бы на месте вич и гейминг этого не делал. Я бы не бил героя, который унес 90% защиты. Потому что в этом случае проще убить всю его команду, нежели убить пангалера. По идее, гораздо проще, да. Но они выбрали другой приоритет. Ну и Супернова не взорвалась. Тоже не совсем все хорошо получилось сделать. Потому что Снэпфайр дошла. Снэпфайр постреляла. Там еще герой нанес другой пары ударов. Вот так ее и сломали. Венш Фулл Спирит не имела там свапа, да, видимо, в тот момент. Или погибала уже. То есть не было возможности законтролить быстро эту Снэпфайр. И та со своей задачей, в принципе, для чего ее и брали, в этот раз справляется. Да, и в общем, вич и гейминг могут еще раз попробовать. Потому что у них так-то... Агадим на паке появился и появился блик на Слардере. Поэтому цеплять паком можно. И может быть даже нужно. Но лучше, если первым ворвется Слардер. Да, станчик у одного. Остальные ребятки подтянутся. Ну, хотя бы там 2-3 героя рядышком станут. И пак по двоим, по трём героям даст дремку. Это будет идеально. Так, ну тут Ехом решили первыми напасть. Там БКБ есть у квапы. Можно попробовать какой-то быстрый минус оформить. Ну, ТБ форма уже откатилась. Вряд ли уж Ехом про это не знают. Времени много прошло. Да, и Хом прекрасно понимает, что им нужно позиционочку занять. Чтоб бабуля спряталась, чтоб её никто не увидел. Чтоб она и ультимейт хороший закинула. И яичко Феникса разбила. Вот, поэтому. Желательно драться на своём Вижн. Вроде как Вижн вот здесь есть. Поэтому. Они могут, в общем, забрать Вышку и потом, если к ним пойдут, они займут позицию. Либо они просто будут здесь вот бегать, вообще ничего не будут делать. Там Вышку, которую можно бить, да ну его нафиг. Варды, на которых можно пасти. Да, кому они нужны. Просто нам свой треугольничек, ребятки, и чилин. Не знаю, прохладно, Димас. Какая-то прохладно, типа. Единственное, что сделали ухом в этой игре реально крутое, это, когда в Пейн перетянулась вниз, они убили Славдера. Там потом ещё было пару перетяжечек. И Пангайер прыгнул в четырёх героев. Всё. Но. Час расплаты близок. Ичи гейминг выехали. Ичи гейминг готовы. Там БКБ уже есть у ТБ. Тоже очень важно. В разы сложнее будет его убить. Нормально он не отрабатывает, знаешь? Он вроде бы замес проиграл, а у него теперь уже почти на 6000. Больше, чем у Наэкса. Хотя на тот момент у него там было на 5000 больше. Ой, неужели сейчас Ехом проспали момент с Рошаном? Они же должны понимать, насколько быстро Вичи убьются своими героями. Этого Рошана и заберут Аегис. Но они реально проспали. 10 секунд буквально нужно Вичи, чтобы справиться с Рошаном. Надо добить. Не успевают. Не успевают Ехом. Аегис достанется папарацци. Так, покатился Фейдвиантом. Лайфстилер заходит. Пытаются убить Вингу. Вингу убили неплохо. Катается Пангольер. Продолжает кататься. Там Лайфстилер супернова поставлено, до которой в этот раз никто точно не доберется. Не выпускает из контроля Квин оф Пейн. До конца все-таки не получилось. Пак. Дримкойла уже нет. Разворачивается Ехом. Очень хочет Лайфстилер снова подраться. Там ТБ продолжает избивать. Неплохо. Янга забрали. До сих пор все живы Ехом полностью. Только сейчас погибает Квин оф Пейн. Лайфстилер жив, здоров. Он готов искать еще цели. Вичи Гейминг не выигрывает этот файт. Ты видел, куда пак поставил Дримкойл? Потому что я что-то не увидел. Я вот тоже не увидел. Я думал, что он будет до конца держать его на Лайфстилера и Квин оф Пейн. А он в кого-то отдал его, да? Либо в самом начале он его кастанул. Учитывая, что там КД уже откатился. Дримкойл надо беречь. Дримкойл надо беречь. На Квину Пейна, Наикса, в общем, кого угодно. Дримкойл это очень важно. Давай, давай, давай. Четыре героя рядом. А там никого нет. Там ТБ очень далеко. Дамажить некому будет. Короче. Дримкойл надо беречь. Дримкойл очень сильное оружие. Особенно против Наикса. Он его чисто на гримстрофу закинул. Так не убьет еще. Тут можно контратаковать. Как-то Вичи Гейминг сейчас очень странно все делает. А я решил убить. ТБ приходит. Ну посмотрим, что ТБ здесь делает в файте. Убили уже Феникса. Убили Ваншфу Спирит. У меня формы нет. Пацаны, я с вами. Посмотри, посмотри. Пытаются убить Снэфаер. Неплохо. ТБ не может бить. Он там постоянно старается играть очень аккуратно. Старается доджить. И ультимейта у него нет. Поэтому рисковать точно не хочет. Хотя можно разменять Аигис всегда. Папарац просто бегает. Они еще разменялись 2 в 2. Ты представляешь? Они разменялись 2 в 2 в такой драке, где у ТБ не было формы. Ну, что не было формы. Он просто бегал, фоткал. 344 урона. То есть вообще, по сути, не в 4 развалили без него. Ух. Какая жесть. Так, что мы знаем? Мы знаем, что надо следить за паком. Надо следить за Дримкоилом. Это самый важный кулдаун сейчас. Это супермощный спелл. Он, наверное, даже круче Блэкхоллы и Нимы. Он надежнее просто в разы Блэкхоллы и Нимы. Да, да. Ставится Дримкоил. И если цель жертвы развивает Дримкоил, он получает дизейбл на 4,5 секунды. Это много. Это очень много. Тебя ни к дэвам не собьет. У тебя КД в отличие от Блэкхолла. 60 секунд. Да, и при этом там урон при разрыве 700. Да. Представляешь? Вот Пинхпейн ультимейт имеет уроны сейчас. 560. Кулдаун 125. Правда, у него чистый урон, но... И он отталкивает, но... А у Пака 700 урона при разрыве. И при этом, если ты не разрываешь, то получается 4,5 секунды стан. Итоги в любом случае круто. Ну, либо урон, либо стан, поэтому... Либо просто стоишь на месте, как на X, тыкаешь, смотришь на тв, который тебя избивает с рейнджа, поэтому... Ори, соберись, давай. 700 при разрыве, 200 еще начального. И получается очень много. И все это за... Аганим, который стоит копейки, по сути, в современных реалиях. Да, по этому морю нужно собраться. Атория очень многое сейчас зависит. Ему нужно хорошенько замиклить. Поэтому дело, что ТБ нужно просто бить от него, зависит немногое в плане микро. Просто вертликешь одно, второе, второе. Так, это куда у нас заход? В Snapfire. Понял. Ну, ладно, пойдет. Как бы у дремкоилов кулдаун 60 секунд, бабуля резается там в районе 50. Пойдет. Нет бабули, нет дремкоилов, разве он хороший? 3000 за вички. Так они еще и опыт получили. Потому что под контролем оба поста. А их ом все никак не могут, не то чтобы Т2 где-то сломать. Т1 до сих пор одна стоит. С ТБ Рами не получается работать. Ну им посложнее, да. Папа не очень хочет идти первую. Ну а на Экс... Возможно, тоже не хочет идти первым, потому что если в него там прям влетят все пятеро, то он входит. Ну если объективно, там и тавер дэмэдж, то достаточно слабенький у команды Ехоум. Ну его практически нет. Там ни дезолятора какого-то, ничего. То есть они эти вышки будут ковырять еле-еле. Особенно если хоть какое-то сопротивление будет со стороны ВИЧи. А вот ВИЧи мы видим с таким перефармом от ТБ, уже с вышками справляются на ура. Свой иллюзий. Причем ТБ может не бояться. У него по-прежнему имеется Аегис. Он уже купил МКБ. Там всякие алипарды и прочие вещи они есть. В этой статусе можно повесить дизарм, но с уклонениями вопрос уже решен. Теперь Найкса будет спасать чистая броня. Чем больше броня, тем лучше. Да, он пошел в Кираску. Пока Ехоум прижат их базе, ВИЧи гейминг спокойно фармит всю карту. В этом с ТБ фармить карту одно удовольствие. Можно, например, спокойненько там пушить вверх, отсылать иллюзии в свой лес. Ва, вражеский лес. Можно вообще все четыре леса фармить иллюзиями. Вот лишь бы хватало времени. Рейдинг там надо пойти и кайть ТБ. Не делай этого. Не делай этого, пожалуйста. Не фарми. В Ихоум реально играют очень скромно как-то. Они не наглеют, хотя, наверное, требуется с таким драфтом играть поагрессивней. ВИЧи гейминг спокойно защищаются. ВИЧи гейминг даже наглее играют. Вот у них ТБ начал подключаться к файтам очень рано. Просто нажимал форму и раз там за кулдаун выходил куда-то, делал фраги. А Ихоум все ждали, 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 ждали. Вот и дождались того, что полчаса уже прошло, и они летят много тысяч. ТБ оверфарм над лайфстилером. Он его скоро на десятку будет обходить. ТБ даже при равных слотах там нисколько не слабее лайфстилера. С оверфармом там шансов практически нет. Надо прям все в него тратить. Честно, пока не вижу я, как Ихоум собираются это выигрывать. Там пару алгоритмов мы уже знаем. Ну да. Но это опять второй раз это повторить, это будет крайне сложно. Ну да, я не верю, что они второй раз, конечно, повторят это. Хотя кто его знает, все может быть. Ну я бы на это посмотрел. Просто для интриги. Может тогда подольше у нас карта продлится. Так, Янг, очередной раз и ванпост захватывает. У него уже кираса на подходе. Приятно. 20-й левел. Пак там догоны себе грейдит. Да, вот они сейчас формят лес. Параллельно еще и линии подпушивают. Но я бы на месте личный гейминг далеко просто не уходил. Аккуратненько встали. Сентри поставили. Убедились, что нас не видно. Забрали вражеский лес. Осталась только, по-моему, одна нычка. Два маленьких голема. Учитывая, что там никого не осталось, теперь идем забираем свой лес. И так просто вычищаем свой лес, вражеский лес, вражеский лес. Скоро узнаем, когда появится второй Рошан. Это уже битва, которая необходима просто команде E-Home. Если они собираются игру выигрывать. Ни в коем случае нельзя пить на халяву, отдавать Aegis. Потому что Вичи Гейминг снова продолжат наклеить, снова продолжат захватывать большую часть карты. Будут заставлять E-Home зажиматься где-то на базе, соответственно. Фармить будет негде. Половина героев останутся без денег. Ну и все как-то обычно происходит по накатанной. Все хуже и хуже будет ситуация. Вичи Гейминг. Пока устраивает одних и вторых, а не черед. Тут прям ребятки не торопятся. Вот у нас там... Это тоже ребятки не торопились, но здесь прям совсем что-то. Одни, вторые качаются нормально. Никуда не торопимся. Рошан скоро будет. Будет забавно, если Вичи Гейминг снова сберут на халяву Рошана секунд за 10. А для этого есть и шансы. Там у Славдора очень скоро будет. 25-й атака у Кородиев Хейс уже. Работает слишком круто. Ну и прямо сейчас Паримач предлагает 6,5 на первую карту на команду Ехом и 1,09 на Вичи Гейминг. Ну все, веры абсолютно нет. Паримач тоже считает, что лейт не за Ехом, и камбэкнуть будет сложно. Но опять, денежное преимущество, оно безусловно небольшое. Ну, 6 тысяч за полчаса это все отыгрывается там после одной драки. Но эту драку еще нужно провести. И это уже гораздо сложнее сделать. Хейт Бьян. Вот просто вышел, дал один скилл, его сразу же ловят. А там еще и Сайлор сидит. И Сайлор тоже будет драться, судя по всему, до победного, либо наоборот до проигрышного. Избивают, избивают Вичи Гейминг. Лайфстиллер добили. Nothing to say тоже минус. Ну вот что значит вышли. Куда они вылезли, я не знаю. Но по-моему это был закидон ценой чуть ли не в карту. Ну да, ребятки, видимо поверили в себя. Думали, что о, да у нас все круто. В кубочках, а не проигрыш Лайферс. И такие, ну давай с ТБ подеремся. Такие, ну давай там, 2600 хп, 40 брони. Я молчу про урон. 400 урона с руки. Ну давай прям в лоб прям. Вот пойдем стенка на стенку. И такие, да, не вопрос, сейчас беремся. Даже 400, даже 500, а там если минус армор повесит, то забеет. Как бы вот в траке стенка на стенку тут вообще без вариантов. Просто ТБ пенетрирует каждого без смс-регистрации. Такой мув. Ладно бы там Пангольер один подставился, а там Лайфстиллер сидел. Он еще и кэри своего подставил. И всю команду получается. Так и линия падает. Если, допустим, вот кто-то встрял, когда Вич и гейминг реально нападает, и хорошо синициировали, то вообще вот нам лучше продать одного героя, чем продать четырех. Минус карна. Ну, это легчайший Рошан. Просто, по-моему, изейший. Айк встает. Через пять секунд, а Кин оф Пейн еще двадцать секунд. Как раз двадцать секунд это то, что нужно для Вич и гейминга. Хотя нет, смотри, смотри, Рейдин, ты бегу. Хотят успеть. Бангу уже выехал. Выкатился лол. Уже катается парень. Ну, больше не катается, пока просто привязан к месту. Ну, очень отчаянная попытка. Бангалер сразу же погибает. Но тут, ну, какие шансы здесь убить этого ТБ? КБ нажал. Айгис достается Янгу. Сыр просто у ТБ. На ТБ Айгис никогда не считался там супер-тир-один шмоткой. Потому что он силен именно в форме. Лайфстиллер пошел уже вчетвером. Собираются драться Яхом. Ну, это тельтуха уже. И, скорее всего, Яхом сейчас просто сдадутся, да. Так и происходит легкое для Вич и гейминга. Ну, в общем, вот он. Вот она, сороковая минута, да. ТБ уже пять статок. А, уже шесть статок. И, как бы, на Айгс ему вообще ничего не скажут. Вообще. Я же молчу про Квинук Пейн и так далее. Слишком, слишком. Слишком много у ТБ. Слишком хороший лейт. Слишком хороший лейт. И Вич и гейминг сумели дать реванш. По крайней мере, на первой карте против команды Яхом. Потому что, я напомню, что Яхом в группе выиграли с счетом 2-0. 1-0 сейчас ведут Вич и гейминг. Они в шаге от финала верхней сетки. В шаге от топ-3. Яхом нужно камбэкать. Посмотрим, что будет у нас на карте под номером 2. Я также напоминаю, что наш партнер Паримач предлагает бонус. Переходите по баннеру под трансляцией. Регистрируйтесь. Ну а мы уйдем на перерыв. Вернемся минут через 10 и продолжим смотреть эту серию. Далеко не уходите.